приветствую вас друзья с вами тарас березовец сегодня у нас 25 апреля 2022 года сегодня поговорим с вами о том как российские оккупанты готовят референдум о признании так называемой херсонской народной республики это происходит прямо в данный момент о том как коллаборанты начали просто умирать как мухи на временно оккупированных территориях и о том как президент украины владимир заленский заказал в прямом смысле убийство по крайней мере по версии федеральной службы безопасности российской федерации известного пропагандиста владимира соловьева но вначале как всегда начнем с подведения приятных сводок генерального штаба вооруженных сил украины по российским военным потерям в украине и так по состоянию 25 апреля 22 года российские оккупанты потеряли 21 тысячу 900 человек убитыми или плюс 100 за минувшие сутки свыше 1000 российских военнослужащих оказались в украинском плену сбит 181 самолет плюс два за минувшие сутки сбили сегодня су-34 над харьковщиной это приятно 154 вертолета уничтожено 884 танка или плюс 11 за минувшие сутки 2258 бмп брдм различных типов или плюс 20 за сутки 411 артиллерийских систем или плюс 3 добавилось 69 средств по 149 систем реактивного и залпового огня плюс 2 за сутки 76 цистерн с гсм 201 беспилотник или плюс 10 за минувшие сутки также уничтожено 8 кораблей катеров числе которых ракетный крейсер москва который отправился на дно черного моря и также уничтожено 1566 различных типов колесной техники или плюс 9 за минувшие сутки главная новость сегодняшнего дня безусловно заключается в том что российские оккупанты полностью захватили здание мэрии херсона выгнав оттуда представителей законно избранной власти также на моем телеграм-канале вы можете увидеть видео как сообщают наши источники в оккупированном крыму в симферополе массово садятся борта и далее оттуда выгружаются люди которые грузятся в военные грузовики российской армии и по сообщениям наших инсайдеров эти грузовики направляется в херсон все это означает признаки готовящегося референдума в херсоне херсонской области о провозглашении как мы понимаем так называемой народной республики все идет по образцу 2014 года когда россия оккупировала заняла значительной части донецкой луганской областей позднее провела там незаконные референдумы и провозгласила создание так называемой донецкой и луганской народных областей ранее этот сценарий напомню был опробирован во временно оккупированном крыму где соответствующий псевдо референдум прошел вскоре после оккупации полуострова в марте 2014 года как ранее заявлял президент украины владимир зеленский в случае если российская сторона решится провести тот самый псевдо референдум в херсонской области любые дальнейшие переговоры между украиной и россией теряет всяческий смысл тем не менее мы понимаем что в отсутствие сколько-нибудь значимых военных побед путин будет пытаться представить любой возможный результат за собственный триумф и вот в качестве такой подобной скажем так победы конечно в кавычках очевидно они попытаются представить проведение этого самого псевдо референдума на херсонщине для того чтобы провозгласить создание очередной никому не нужной народной республики либо новороссии есть также такая версия еще одно предложение российских депутатов государственной думы касалось создание таврической губернии ну то есть той губернии которая существовала в составе российской империи которая включала в себя территории нынешней херсонской николаевской областей а также крыма ну как будет там мы увидим но еще раз повторю все признаки готовящиеся присев до референдума налицо на это должна реагировать не только власть украины но и все мировое сообщество все должны прекрасно понимать что подобный референдум однозначно является преступным втягивание или принудительное голосование на этих выборах является нарушением всех возможных конвенций женевской конвенции в частности поэтому необходимо попытаться не говорю попытаться поскольку реальных механизмов мы понимаем воздействие психологического на страну агрессора но практически ни у кого нет попытаться все-таки сделать так чтобы этот референдум не состоялся но если он состоится это пополнит череду очередных фейковых референдумов которая российская страна любит проводить в различных республиках но временно оккупированной территории грузии молдовы и украины собственно говоря тому примером движемся дальше итак сегодня появилась информация о том что об этом заявил сам путин и фсб которые заявили о том что украинская разведка ни много ни мало готовила убийство убийство кого же мы думаем солониного помета более широко известного как российский пропагандист владимир соловьев с телеканала а россия 1 об этом заявил сам сегодня владимир путин а также российская карательная спецслужба федеральная служба безопасности его цитата фсб совместно с ска это следственный комитет задержали группу членов запрещенной в россии неонацистской террористической организации как же называется называется она national socialism white power или в переводе национал социализм белая власть граждан россии планировавших по заданию службы безопасности украины убийство не смейтесь общественного деятеля известного журналиста владимира соловьева конец цитаты и так что же утверждают эти мракобес они утверждают по их версии ну мы же должны понимать с кем мы имеем дело и так они утверждают что время обыска у задержанных было изъято самодельная взрывчатка 8 коктейлей молотова а зачем 8 то есть они как хотели бросать в него эти коктейли со всех сторон при этом сатанинский смеясь мне интересно 6 пистолетов макарова то есть сначала из 6 пистолетов макарова предполагается расстрелять соловьева а потом сжечь его 8 коктейлями молотова как-то немножко странно выглядеть не кажется версии но идем дальше чтобы наверняка у них также был обрез охотничьего ружья граната rgd-5 1000 патронов различного калибра то есть они собирались превратить я так понимаю владимира соловьева фарш наркотики ну это понятно конечно кто же идет без наркотиков на политическое убийство поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы националистической литературы и атрибутика ну действительно идти на убийство российского пропагандиста без националистической литературы согласитесь тоже как минимум странно ну и сообщается что главное следственное управление следственного комитета рф уже естественно возбудила оперативно уголовное дело сам соловьев обвинил в подготовке убийства немного немало президента украины владимира зеленского он сказал что зеленский лично отдал приказ его убить выступил заказчиком этого искал что если со мной что-то случится знайте это заказ владимира зеленского но служба безопасности украины естественно уже ответила на все это заявила о том что в данном случае с интересом ознакомилась с очередным креативом фсб которая героически задержала не нацистов которые планировали убийство соловьева и заявили о том что в данном случае обычный кремлевский пропагандист российский аналог геббельс обязательно будет отвечать за свои преступления на международных судах и в сбу также заявили что никаких планов убийства соловьева у них действительно нет учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти которая транслирует это лицо она может самостоятельно захлебнуться в продуктах низкопробной собственной пропагандистской деятельности ну вот так ни много ни мало но это было скажем так это было такой разогрев ну а по-серьезному сегодня в россии ночью взорвались две нефтебазы в городе брянске крупнейшие нефтебазы которые являлись перевалочными пунктами поставок российских нефтепродуктов в европу но я скажу честно процесс где нафтифизации очевидно российской федерации продолжается успешно и нужно сказать что если российские нефтебазы будут гореть также часто и также активно никакой потребности введение эмбарго со стороны европейского союза очевидно не будет россия все сделает сама но не иначе как благодатный огонь сегодня сошел на брянске и на его нефтебазы и таким образом избавил российскую федерацию от ключевых ключевых нефтебаз которая является отправными пунктами российских нефтепродуктов как я уже сказал в страны европейского союза еще из важного в приднестровье в здании госбезопасности в террасполе прогремели возрывы ну там пока много непонятного значит российская сторона пока еще никого не обвиняет ну а из более колоритных приятных новостей то что сегодня взорвалась как об этом сообщили в городе криминал луганской области произошел взрыв как об этом сообщили якобы природного газа в здании городского совета где погибли все участники по странному стечению собственно обстоятельств собравшиеся совещания местных коллаборантов в том числе так называемый народный мэр народный шериф а также все их сообщники но очевидно что карьерный взлет этих коллаборантов произошел благодаря мощной тратиловой тяги от украинской контрразведки ну по крайней мере вот такое предположение рождается в нашей голове министр обороны великобритании заявил что в украине во время войны уже погибли 15 тысяч российских военных об этом заявил значит министр обороны бен волос выступая в британском парламенте таким образом британские оценки приблизительно на 7000 ниже ну то есть они более скажем так пессимистично на 7000 ниже тех сводок которые дает генеральный штаб вооруженных сил украины но по-прежнему высокие ну и как говорится на завершение от кармы не сбежишь бывший депутат госдумы российской федерации я пономарев сообщил о том что солдат армии рфс крыма которому звонила его супруга и обсуждала что насилуя украинок нужно предохраняться сегодня был взят в плен вооруженными силами украины под изюма ну как говорится от кармы не сбежишь надеюсь чтобы это безусловно оказалась правда и встреча для солдата армии рф казалось бы незабываемой самое важное это безусловно итоги визита министра обороны сша остина ллойден накануне и главы госдепартамента сша антони блинкина по сути секретный визит которым известно крайне мало кроме того что принято решение о выделении украине дополнительных средств для закупки супер современных западных вооружений кстати христа грозе взял очередной прогноз известнейший журналист расследователь заявил о том что будущее этого не может быть решено в течение ближайших двух недель свой прогноз он обосновал тем что именно в течение этих двух недель в украину наконец поступит новейшее западное вооружение которому украинская армия использовать которая обучается прямо в данный момент и вот тогда может наступить реальный перелом в войне в частности христа грозе спрогнозировал что в тех местах где российские вооруженные силы сейчас ведут активное наступление в частности на донбассе и на юге уже через две недели может начаться обратный процесс то есть контр наступление таким образом россии сломают ее армии сломают шею буквальном смысле ну а еще прогноз то что путин будет пытаться естественно захватить весь юг украины и в первую очередь одессу и попытается он это сделать до 9 мая ну достаточно скептичные прогнозы относительно успешности этих путин путинских намерений высказывают ведущие западной аналитики я думаю мы можем здесь целиком довериться возможность того что это наступление на юге в частности на николаев окажется успешным я скажу так сомнения являются абсолютно обоснованными одним словом в течение ближайших двух недель мы узнаем оправдаются ли все эти прогнозы это что они будут очень напряженными никаких сомнений естественно не вызывают друзья спасибо вам за просмотр этого видео обязательно подписывайтесь на мой канал совсем немного нам остается до полумиллионной отметки благодаря нашим совместным усилиям активности уверены сможем этой цифры достичь подписывайтесь также на все мои соцсети линке на которые найдете под этим видео и спасибо еще раз за просмотр этого видео до завтра с вами был тарас близовец пока пока